Дорога народных республик ведет туда, где нам протягивают руку помощи. В сторону Российской Федерации. Это международное признание придет, потому что это конечная точка, это финал нашей Бэн-Бэн. Поверить в подобные байки могут разве что самые наивные. Ведь 21 век за окошком, а значит можно открыть ноутбутчик и глянуть, как живет, например, признанная Россией Приднестровье, где давным-давно нет войны. Мы лишены всего, мы лишены врачей. Там не хватает даже за квартиру заплатить. Повальная нищета и рекордная безработица. Это первое, что вам расскажет о Приднестровье. Можно на 300 рублей прожить в месяц. Нет работы. Куда есть визация? По работам на электромаге ждали 1200 рублей. Все. Дорога 400 рублей Музбендер. Хотя здесь надо честно сказать, что пример террас поля далеко не самый показательный. Все-таки лучше всего, на наш взгляд, все последствия русского мира видны на примере Абхазии, которая могла бы стать жемчужиной Кавказа, принося местным жителям миллионы. Абхазия превратилась в зону замороженного конфликта. Некоторые поселения здесь превратились в города-призраки. Да-да, именно в Гагры тайно от жены легендарный Якин возил девчат с разным уровнем социальной ответственности. А ведь помимо Гагр есть еще и Пицунда, любимое место отдыха партийного начальства во времена Союза. Когда-то названия знаменитых абхазских курортов, Гагры, Пицунда звучали для советского человека так же привлекательно, как Ялта и Сочи. Только эти две точки на карте в нормальных условиях обязательно бы стали курортами европейского масштаба. Сюда бы вкладывались даже не миллионы, а сотни миллионов долларов, принося стабильный заработок местным. Абхазия – это очень показательный кейс того, как Россия умудряется превратить прекрасный край с огромным потенциалом, в блестящем прошлом, добавлю, в адскую дыру. Но, к несчастью, местных геополитические интересы Кремля затронули именно их землю. Абхазия, хоть и была признана Россией, но для всего остального мира, естественно, осталась серой зоной. То есть непризнанной дырой, вкладывать деньги в которую сродни безумию. Регион провозгласил свою независимость от Грузии. Это признали лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. В итоге регион, который реально мог бы купаться в деньгах, который год подряд выживает за счет мандарин. Ну и подачка из российского бюджета. Россия оказывает и финансовую поддержку для восстановления нашей экономики. Ничего плохого я в этом не вижу. Причем, что интересно, суммы выделяются немаленькие. Так, например, на содержание крошечной Абхазии. Кремль дал примерно столько же дотаций, сколько и на Томскую область. Около 5,5 миллиардов рублей для Абхазии. Население которой в 5 раз больше, чем в Абхазии. Но то, что русские в своей стране не в приоритете, уже давно не новость. Миллионы вань ботрачат на заводах, чтобы Путин повышал зарплаты в Абхазии. В Абхазии и Южной Осетии у бюджетников вырастут зарплаты. Все оплатит Россия. А еще давал деньги даже на ремонт канализации. Россия в течение трех лет выложит в экономику Абхазии 9 миллиардов рублей. На эти деньги еще в этом году заменят водоводы и канализационные трубы в Сухуме. Ведь регион с космическим потенциалом банально ничего не может заработать сам. А деньги, присылаемые из России, просто проедаются. Социальные программы реализуются благодаря помощи России. В итоге Абхазия спустя много лет после войны выглядит так, будто бы бомбежка закончилась вот реально прошлой ночью. Впереди с левой стороны дом без окон, без дверей. Кто там не живет. Видишь, это вот такая вот картинка такая типичная для Абхазии. Если сравнить с грузинским курортом Батуми, контраст просто поражает. И здесь нет никакой предвзятости. В свое время от абхазских реалий офигел еще не избалованная лакшери жизнью веселая вдовушка Моторолы Ленка Каленкина. Везде срач и разруха, несмотря на то, что с конца войны прошло 23 года. Хотите попасть в Припять? Welcome to Абхазия. С чудесным, как для молодой девушки, позывным «Канистра». Зато я красивая. Грязь и разруха давно стали визитной карточкой Абхазии. Когда-то в поселке Акармара жили 5000 человек. Сейчас он выглядит вот так. Кроме того, на оккупированной части Грузии проблемы с качеством воды. Отчего приезжие ловят кишечные инфекции одна за другой? Старайтесь пить бутилированную воду и не пренебрегайте правилами гигиены. Но в новостях на федеральных каналах этого нет. Там все чинно, благородно, Россия помогает. Несмотря на влияние пандемии, Россия остается главным экономическим партнером Республики Абхазия. Абхазы ждут в гости и ой, как благодарны. Старшее поколение относится к россиянам и туристам, приехавшим из других стран бывшего СССР, с уважением. И такая информационная политика реально играет злую шутку с рядовыми россиянами, которые свято уверены, местные страшно благодарны русским за помощь. А значит, устроят гостям из условного Воронежа незабываемый отдых. Там всегда рады российским туристам. Или нет. Здесь мнения отдыхающих разделились. В какой-то мере отдых действительно получается незабываемым. Привыкнув красиво гулять в Турции, россияне едут в Абхазию ровно с тем же настроением. Ну чё вы, Вован, нормально поляну накрыли? Агил гуляет и рулит он. Но отрезвление приходит очень быстро. Ведь стоит только проехать границу, как уже возникает ощущение. Русским здесь не рады. Понаехали, б***ь, б***ь. По дороге в Пицунду сплошные поборы. Причём разводом туристов занимаются не только местные гопота. Через пять минут ты здесь стоять не будешь на ногах. Давай, б***ь, машину выгоняй. Но и сотрудники полиции штрафы выдумываются просто из головы. И доказать что-то без взятки банально невозможно. Гаишники, как сказать, щипают наших туристов. Зарплата у гаишника 10 тысяч. Где ему брать деньги? Многие туристы пробуют бороться с беспределом на дорогах. Но фишка любых серых зон в том, что там не работает закон. Люди, которые банально пытаются снять на телефон факты вымогательств, рискуют вместо отпуска провести время в больнице. Уважаемый, вы нарушили правила дорожного движения. Пересеклись сплошной линии, пожалуйста. Я ее не перейдём. Я ее не перейдём. Предявите документы, мы вам покажем. Я лаконтирую. Предявите документы. До сплошной линии. Посольство с Буэмзом. Можно снимать? Спасибо. Драки на дорогах случаются почти каждый день. И они с весьма серьезными последствиями для приезжих. Уберите его! Уберите его! Уберите его! А родственникам в это время стоит старательно попотеть за сохранность машины. Ведь в Абхазии угоняют все, что только можно угнать. Машину на длительный срок желательно оставлять на защищенной территории. В результате в местных СМИ то и дело всплывают шокирующие истории. В регионе, которая живет за счет российских дотаций, на граждан России идет реальная охота. Меня начала, скажем так, смещать с проезжей части машина и давать сигналами и знаками понимание, чтобы я остановился. И самое, в принципе, литературное из того, что было сказано, это *** и конченый урод. Кого-то избивают за неправильную парковку, других унижают за нежелание платить за ненужное фото. Но это все просто детский лепет на фоне вот таких новостей. Туристы, гуляя в окрестностях Мамзышки, наткнулись на старинное кладбище. Решили побродить по нему. Милиционеры их приняли за закладчиков и жестоко избили одного из них. Парня Артема Русских. Его изощренно пытали, топили в реке, угрожали убийством, выбивая признание. Чудаки приехали отдохнуть в типа братскую Абхазию. В итоге одного из туристов больше суток пытали в отделении полиции. Я стою на коленях, меня сбивают на землю ногами, заколачивают в нее буквально. Мужик до сих пор отходит от пережитого шока. За волосы поднимают обратно, ставят, снова бьют и так по кругу. Он стал как бы подвешивать меня за голову, то есть в провод упирается в скулы, я не могу дышать, горло перекрывается. Но что показательно, он ничего не может доказать и тем более получить хоть какую-то компенсацию. Пресс-служба МВД заявила, что в ходе служебной проверки установлен факт. Русских доставили в дежурную часть УВД по Гагарскому району для установления его личности. Ведь заработанные россиянами деньги должны тратить исключительно Абхазы. А в обратную сторону ручеек не течет. В итоге у большинства туристов из России в Абхазии случается раззомбирование через горе. В какой-то момент появились плоскогубцы с угрозами, что мне вырвут зубы. Потом они принесли дубинку, ее в горло мне засовывали. Зачастую ограбленные, избитые после пережитых домогательств и вымогательств. Мофильные ситуации, они происходили сплошь и рядом. Российские туристы возвращаются домой. Включают телевизор и летают над люстрой от негодования, глядя на пафосный нафталинчик на условном канале России. В Абхазию устремились тысячи россиян. Чем еще готовы удивлять гостей? Ведь они уже на собственном опыте убедились, что байки о чудесных островках русского мира не стоят и погрызанные чурчелы. И очень злятся, что Кремль и дальше будет высылать деньги, мягко говоря, негостеприимным Абхазам. Но в таких вопросах холопов традиционно никто не спрашивает. Их дело об отраче. А кому деньги нужнее? ЛНР, ДНР, Приднестровье или Абхазии? Это уже боярам виднее. Геополитика, ёпта, это вам не хухры-мухры? В итоге, пока одни играют в геополитику, страдают и россияне, и Абхазы. Одни, как терпило, содержат людей, которые им не рады, а другие, ими от Бога, если не всё, то около того годами прозябают в нищете. Ведь в серой зоне русского мира нет инвестиций, нет прогресса, а главное, нет перспектив.